Герман Оскарович Греф Уже стало доброй традицией, что мы в ноябре проводим наш форум, посвященный самой, наверное, сегодня популярной, самой развивающейся и признаваемой в течение последних уже семи лет на пике. И самая важная технология в мире – технология искусственного интеллекта. Очень приятно, что третий год подряд этот форум поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин. И, конечно же, думаю, что в том числе благодаря его личному вниманию мы имеем огромный всплеск популярности искусственного интеллекта среди наших компаний, среди вузов. Практически удвоилось количество вузов, которые готовят специалистов в области искусственного интеллекта за последние два года. И самое главное, что мы видим огромный интерес среди школьников. В этом году наша конференция побила все мыслимые рекорды, потому что у нас в этом году 52 тысячи зарегистрированных участников. При этом растет не только количественный состав участников, но и качественный состав. Все больше и больше проникновения экспертов мирового уровня в панельные дискуссии, в обсуждении самых, наверное, злободневных и научных тем в области развития искусственного интеллекта. Его философии, его этики, его регулирования. Ну и в этом году более 800 человек представили более 2300 решений различных задач, которые были вынесены на повестку дня. В том числе в этом году были представлены решения, которые можно уже назвать подходами к решению проблемы, то, что называется AGI или общего искусственного интеллекта. Сегодня нашу трансляцию смотрят во всем мире. И в этом зале находятся те, кого тема нашей сегодняшней встречи касается напрямую. Это представители будущих разработчиков, наши дети. Дети, которые в этом году проявили огромную активность в рамках нашей конференции, мы впервые решили организовать большое соревнование среди школьников и были удивлены огромной активностью школьников со всего мира. И я хотел бы начать нашу сегодняшнюю встречу с того, чтобы предоставить слово нашему президенту, после чего мы откроем уже встречу с нашими дорогими детьми. Владимир Владимирович, вам слово. Уважаемый Герман Оскарович, уважаемые друзья, вот как Герман сказал, в зале у нас школьники находятся, но слушают нас и видят и будут принимать участие представители взрослой аудитории, профессионалы. Поэтому я хочу сейчас к ребятам обратиться. Если вам покажется что-то скучновато, я прошу заранее меня простить, но я должен обратиться ко всем участникам наших встреч. И начну с того, что с общих вещей. Технологии искусственного интеллекта действительно стали частью нашей жизни. Сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей. Передовой край научной, инженерной мысли. И важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред, ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь нашу планету, обеспечить ее устойчивое развитие. Очень рассчитываю, что все эти вопросы мы обязательно обсудим в рамках международной конференции СБИРа, которая уже стала, как Герман Лоскович сказал, одной из главных глобальных площадок обсуждения темы искусственного интеллекта. Я очень рад, что в нашей дискуссии сегодня принимают участие школьники, я с вас, уважаемые друзья, и начал, школьники, студенты из России и других государств. Вы уже создаете новый технологический мир, вы уже это делаете своими руками, своей головой, предлагаете интересные решения. С удовольствием, конечно, познакомлюсь с вашими проектами, которые вы представили на конкурс СБИРа. Но прежде всего хотел бы обратиться к Герман Лосковичу, к вам, Герман Лоскович, и поздравить вас, весь ваш многотысячный коллектив, со знаменательной юбилейной датой. 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история СБИРа. На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у СБИРа более 100 миллионов клиентов. Успешно выполняя свою ключевую миссию, вы активно и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идеи технологического прогресса. И сами, используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему СБИРа вокруг человека. Показывайте пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире. Буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей. И задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес-модели. Главное сейчас наделить, нацелить всю работу на интерес и потребности конкретного потребителя. Повторю, не товар или услуга, а именно человек становится в центре всех экономических процессов. Такая трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления. И ключевую роль здесь, конечно, играют большие данные, искусственный интеллект. Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот и в современном мире выигрывает. Выигрывает в глобальной конкуренции. И мы обязательно должны быть здесь среди лидеров, имея в виду нашу страну, Россию. Наши компании, в том числе СБИР, применяют уникальные решения в здравоохранении и образовании, в экологии и сельском хозяйстве, промышленности и на транспорте. Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив, в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта. Прежде всего, в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными, служили всем гражданам страны, работали на достижение наших национальных целей развития. Именно в этом и состоит миссия государства, ученых, инженеров, инновационного бизнеса. Дорогие друзья, необходимо еще раз внимательно проанализировать наши планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи, телекоммуникаций. Они должны быть сопряжены, тесно увязаны с отраслевыми и региональными стратегиями внедрения искусственного интеллекта. И, безусловно, с реализацией всей нашей повестки развития. Действительно, что толку в технологиях будущего, если в конкретном городе или небольшом поселке все еще низкое качество связи или вообще нет интернета. Такое, к сожалению, у нас пока есть. Правда, уже почти нигде этого не видно, но тем не менее есть. Или если у медицинского работника, учителя, агронома отсутствует необходимое оборудование и навык его использования. Здесь, конечно, считаю крайне важным, и обращаю на это внимание правительство России, нужно безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Нужно это делать уже сейчас. Напомню также, что год назад, на прошлой встрече, мы договаривались, что поможем бизнесу провести технологическое обновление. Предоставим налоговые стимулы компаниям и организациям, которые приобретают отечественное программное обеспечение, компьютеры и телекоммуникационные устройства. К сожалению, эти и другие меры и другие решения до сих пор не приняты. Находятся, говоря бюрократическим языком, на согласовании и, как бюрократы еще говорят, в работе. Этот процесс явно затянулся, и на эту тему отдельно, конечно, с коллегами поговорим еще. Но подчеркну, такими неспешными темпами нам не решить сейчас задачи ускоренного технологического развития. Повторю, технологии, развивающиеся по экспоненте, с колоссальной взрывной скоростью, все это происходит на глазах у нас. Недавно это казалось абсолютно фантастикой, но уже сегодня отечественные автомобильные предприятия, автопром наш, в условиях достаточно большой конкуренции, но все-таки движутся вперед. И уже сейчас создаются автомобили, умеющие ездить в условиях плохой видимости, в метель, по снегу и уже не на специальных полигонах, а в условиях реальной жизни. В Москве, правда, пока еще в тестовом режиме компания Яндекс планирует запустить первый сервис беспилотного такси. Но я вот лично наблюдал за тем, как это происходит. Нужно сказать, что впечатляет. Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта. Формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса. Но при этом не нужно забывать и о другом аспекте. С кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует дорожно-транспортное происшествие. А такое уже в мире случалось. Уже это есть. И часто органы власти и управления заходят в тупик. Но в целом возникают вопросы и страховки. Как страховать ответственность за действия и, в определенных случаях, за бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта. Прошу правительство также совместно с профессиональным сообществом отладить эти и другие юридические аспекты внедрения передовых технических решений. В том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта. Эта проблема уже не из будущего. Она остро встает уже сейчас. Теперь позвольте несколько слов о доступе к данным, из которых невозможно, мы об этом хорошо знаем и не раз уже об этом говорили, развитие многих цифровых технологий. Считаю, что в этой сфере должны действовать как минимум два фундаментальных принципа. Первое. Необходимы эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных, а также предельно четкие, понятные правила предоставления такой анонимной информации. Безусловная защита прав и интересов граждан, включая их частную жизнь. И второе. В современных условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную конкуренцию и экономическое развитие. В этой связи прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций, бизнеса к массивам обезличенных данных государства. Тем более, что такие, выражаясь профессиональным сленгом дата-сеты, на министерствах и ведомствах уже сформированы у нас. А в качестве следующего шага предлагаю правительству и банку России подумать о возможности предоставить аналогичный доступ к массивам обезличенных данных крупнейших отечественных компаний. При этом уделить особое, конечно, внимание безопасности персональной информации граждан. Здесь много непростых юридических и этических моментов. Почему личные данные должны принадлежать не самому человеку, а коммерческим финансовым структурам, у которых он получает те или иные услуги? Это вопрос. Ведь по факту именно так сейчас, к сожалению, часто и происходит. При этом, если у гражданина будет полное право распоряжаться массивом данных о себе, он получит возможность передать их, например, другой компании или банку. Благодаря такой информации они смогут предоставить новому клиенту более выгодные продукты, товар или, например, пониженную ставку по кредитам. Подчеркну, ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных. И, безусловно, любое действие должно совершаться только с согласия человека. Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь прежде всего о биометрических данных, которые все чаще используются для совершения финансовых и других операций, в том числе для оплаты проезда, скажем, в метро, как в Москве сейчас это уже делается. Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации. То есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней банкам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным человека. Уважаемые друзья, вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, противодействия скрытому манипулированию, предпочтениями и поступками граждан, поступками человека все чаще выходят на первый план. Причем речь уже не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника, аватара, который будет находиться внутри формирующихся сейчас метавселенных. Их разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространство, не выходя из дома. Я знаю, что здесь даже среди ребят есть, присутствующих в зале, есть те, кто занимаются этой тематикой. Это все поможет, конечно, людям находиться рядом с другими людьми, которые живут даже на других континентах. Но напомню, что сам термин метавселенная три десятилетия назад предложил известный писатель Фантаст. И по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Но такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня. И думаю, что вот по этому пути точно не нужно идти. Напротив, нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие, деловые проекты, невзирая на какие бы то ни бы даже очень большие расстояния. Это настоящий вызов для технологических компаний, креативных индустрий, для создателей устройств виртуальной и смешанной реальности. Даже для юристов, которым предстоит разработать нормы регулирования экономических, общественных отношений в принципиально новом мире, это тоже вызов, безусловно. И в целом, создание, применение технологии искусственного интеллекта в интересах общества, человека, для сбережения нашей планеты, для изучения мирового океана и дальнего космоса, задачи поистине цивилизационные, абсолютно масштабные. Мы можем и должны их решать только объединяя наши усилия. Хотел бы воспользоваться площадкой вашей конференции, чтобы пригласить всех к открытому, широкому сотрудничеству. И, конечно, прошу правительства России создать возможности для наших соотечественников и иностранных инженеров, программистов, ученых, преподавателей, чтобы они могли в удобном, в том числе удаленном формате, принимать участие в совместных проектах, реализуемых в России. Прежде всего, в сфере науки и образования. Мы запускаем в наших вузах учебные программы по передовым технологиям. А на базе ведущих университетов и научных организаций создаем центры компетенций в области искусственного интеллекта. Их работа станет важным шагом к формированию в России системы междисциплинарных исследований на стыке естественных и гуманитарных наук, что необходимо для создания так называемого сильного искусственного интеллекта. Как говорят специалисты, он будет самостоятельно учиться, развиваться, решать сложнейшие задачи в условиях неопределенности. Ну, собственно говоря, аудитория сегодняшняя об этом хорошо осведомлена. Повторю, у нас большие планы по развитию образовательного, цифрового пространства для школьников, студентов. И это все для нас представляет огромный интерес. Все важно. При этом мы с вами хорошо понимаем, что прорывные решения создают и применяют люди. И чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, как это не парадоксально звучит, нужна человеческая среда, атмосфера. Атмосфера в семье, где родители всегда передают детям важнейшие нравственные ценности. И, конечно, в школе. Именно здесь ребята должны осваивать те самые мягкие навыки, которые их родители, бабушки, дедушки получали в общении со сверстниками. Учились дружить, помогать друг другу, преодолевать неудачи, формировать сплоченные команды, придумывать разные игры, затеи или, как сегодня говорят, совместные проекты. Я рассчитываю, что все эти сложные вопросы, и технологические, и нравственные, и этические, связанные с созданием и внедрением искусственного интеллекта, мы сегодня с вами обязательно и пообсуждаем. Прежде всего обращаюсь, конечно, к присутствующей здесь аудитории. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за ваше вдохновляющее выступление. И позвольте перейти ко второй части нашей сегодняшней дискуссии. Это представление лауреатами международного конкурса, который был организован нами совместно с участниками Альянса искусственного интеллекта. Пять компаний вместе с нами, это «Газпром», «Нефть», «МТС», компания «Яндекс», компания «ВК» и «РФПИ» создали Альянс по искусственному интеллекту. И в этом году мы решили, что в рамках этого мероприятия мы проведем такой большой международный конкурс среди детей. Потому что в некоторых странах искусственному интеллекту начинают обучать уже в детском саду. И действительно, среди профессий 21 века самые востребованные называют профессию дата-сайентиста, специалиста в области искусственного интеллекта. И должен сказать, что первый опыт превзошел все наши ожидания, потому что приняло участие в этом конкурсе 25 567 ребят из 101 страны мира. И призовой фонд, который мы выделили, составил 13 миллионов рублей. И дети нас удивили. Потому что задачу, которую мы поставили на этот международный конкурс, были весьма недетскими. Они должны были построить законченный так называемый продукт. То есть то, чем можно пользоваться. И большое количество команд, потому что работали они в основном командами. Причем часть команд как раз международный характер имеют. И объединились ребята из разных стран. Из Казахстана, из Индии, из Узбекистана. Даже из Соединенных Штатов Америки и целого ряда других стран. И победители, позвольте вам сегодня представить. Точнее, с вашего позволения, они сами представят свои проекты. И хотел бы начать первый проект, хотели бы мы начать с темы образования. Потому что эти ребята представили свой проект «Искусственный интеллект для образования». Они сделали персонализированную нейронную сеть, которая позволяет персонализировать контент в зависимости от интересов того или иного ученика. И ребята много работали над своим проектом. И позвольте представить первое слово для выступления команды «Бендерс» из Казахстана. Пожалуйста, ребята. Любой школе подтвердит, что его любимое занятие – это решать домашнее задание. Мне особенно нравится решать задачи по математике и физике. На самом деле нет. Здравствуйте. Мы команда «Бендерс» и мы хотим рассказать вам о нашем решении задачи «Искусственный интеллект в образовании». Нам нужно было разработать алгоритм, который мог бы сам изменять тексты школьных задач без искажения смысла. И делать это в соответствии с предпочтениями конкретного ученика. На самом деле это очень важная задача. Вот я, например, за 11 лет учебы в школе решил просто огромное количество задач про велосипедистов и грузовики. Но ни одну не могу вспомнить. Скорее всего, они были просто неинтересны. Действительно. Когда учебники тебе встречаются за задачи про каких-то устаревших землекопов, это совершенно не трогает. Другое дело – герои с селеной Марвел. Поэтому нашей целью стала максимальная персонализация учебного материала. А еще мы подумали, что ответы на такие персональные задачки будут сложнее найти в интернете. Придется учить материал и искать решение самому. Вот как работает наше решение на примере одной из тысяч задач нашей выборки. Мы вводим тех задач. Это задача про спорт. Выбираем категорию перевода. Теперь это задача про животных. Сделаем такую же задачу про космос. Теперь ученик может перейти к непосредственному решению задач. Как мы добивались своей цели? Нашему алгоритму нужно мало данных для обучения. Поэтому мы взяли нужное количество задач и разметили их вручную. После этого мы перешли к следующему этапу. Для каждого ключевого слова подбирается пара, которая заменит его в новой версии задачи. Модель анализирует текст и перепроверяет формы слов. Важно, чтобы глаголы заменились на глаголы, существительные на существительные и так далее. Это сделано с помощью одного из самых эффективных подходов в сфере обработки естественного языка. Масклэн Лэнгуч Модел. Чтобы результат был точным и слова менялись правильно, мы провели ряд дополнительных экспериментов и уделили много внимания качеству кода и всей архитектуре решения. Наш подход может повысить эффективность школьного образования аж на 10-15% с помощью персонализации задач. Наши решения легко масштабируются. Мы готовы продолжить работу и предоставить его для пилотного проекта в школах. Мы уверены, что этот алгоритм сможет сделать наше образование более интересным. Спасибо вам за возможность решать такие крутые и полезные для общества задачи. Спасибо большое, ребята. Вы знаете, обязательное условие успеха в процессе образования – мотивация. Вот если интерес есть к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте на самом деле, то можно быть почти наверняка уверенным в том, что результат будет достигнут. Вот, собственно, на это, насколько я понимаю, и направлена ваша разработка. Повысить мотивацию, интерес – это здорово. Надеемся, что, надеюсь, постараемся сделать так, чтобы в наших образовательных учреждениях пошире, ну, не то, что пошире, начали применять ваш метод, который вы сейчас так интересно и ярко представили. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо большое. Ребята, действительно, удивительно, все педагоги называют самым большим вызовом – это решение проблемы мотивации, то, о чем вы сейчас сказали. Если у детей есть мотивация, то им не страшны никакие трудности. Но если ее нет, то создать эту мотивацию педагогам очень тяжело. И, действительно, мы посмотрели данные обучения на платформе образовательной девочек и мальчиков по предмету математика. И оказалось, что девочки в среднем на 15% хуже, чем мальчики. После того, как подобного рода трансформация была проведена, оказалось, что все задачки по математике, видимо, написаны мальчиками. Они все про машинки и всяческие такие вещи, которые интересны мужчинам. После того, как эти задачи были преобразованы с включением туда интересов девочек, девочки стали показывать результаты на 3% лучше, чем мальчики. И это было удивительно совершенно находкой. И ребята просто интуитивно почувствовали, что действительно проблема мотивации, о чем вы сказали, она является сегодня ключевой. И, действительно, мы удивились, насколько они сумели почувствовать это и найти эффективные решения, используя самые современные методы применения искусственного интеллекта. Ребята, спасибо вам большое. Владимир Владимирович, позвольте представить следующее решение. Сегодняшняя наша тема действительно очень важна. Это искусственный интеллект для решения социальных проблем. И это решение было предложено ребятами для того, чтобы убрать барьер между людьми, которые не могут свободно общаться. Как правило, это те люди, которые имеют нарушение слуха. И ребята сделали очень интересную работу на эту тему. И я хотел бы представить команду, смешанную команду, российско-казахстанскую, которая называется «Продам гараж». Ребята, вам слово для представления вашего проекта. Представьте, что вы идете по улице, и к вам подходит человек. Он просит вас о помощи на жестовом языке, но, скорее всего, вы ему не поможете, потому что жестовый язык знают только те, кто в нем нуждается. Здравствуйте. Мы команда «Продали гараж», и мы представляем решение трека «Инклюзивная среда». Инклюзия – это процесс включения в жизнь общества людей, имеющих трудности в физическом либо ментальном развитии. Нам понравилась задача по созданию приложения на основе машинного обучения, которое будет переводить жесты с русского жестового языка в текст. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет испытывать трудности, связанные с потерей слуха. Уже сейчас, по данным Всероссийского общества глухих, около 13 миллионов российских граждан имеют проблемы со слухом. В конце октября я был в Екатеринбурге на соревнованиях «Ворс Киллз», где во время выполнения своего задания я увидел ребят, которые активно на языке жестов обсуждают мое решение. Мне стало интересно, о чем они говорят, но языка жестов я не знал, из этого я ничего не понял. Наш проект – это еще один шаг для формирования доступной среды для всех. Создание инклюзивного переводчика, распознающего язык жестов и преобразующего их в текст, поможет людям с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортнее и увереннее, а остальным – понимать жестовый язык. Людям с особенностями сложно живется в нашем обществе, поэтому мы решили принять участие в этом треке. Мы разбили задачу на пять этапов. Предварительное изучение, предобработка датасета, обучение нейросети, оценка результата и создание приложения. Мы провели большую подготовительную работу. Узнали, что русский жестовый язык – это динамичный язык со своими особенностями. Также мы нашли уже предобученную нейронную сеть, которая умеет решать похожие задачи. На втором этапе мы работали с имеющимся датасетом и подготовили его для обучения нашей нейросети. В нашем случае датасет – это короткие видеоролики, где человек показывает слова, буквы, жесты, языки. Следующий этап – обучение. Обучить нейросеть – значит подобрать ее параметры таким образом, чтобы она смогла оснать связь между видео и жестом. Здесь главное не перегнуть, потому что сетка может переобучиться. Все как в жизни. Ты что-то вызубрил, но ничего не понял. У нейросетей, как и у людей, для того, чтобы становиться умнее, нужно постоянно расширять свой кругозор и тренировать на осмотренность. Именно для этого и существует аугментация, которая немного изменяет исходное видео и подает его в нейросеть как абсолютно новый файл. Чем больше файлов, тем лучше. На основе всех данных, которые смогла обучить нейронная сеть, и происходит предсказание. После обучения нейросети мы тестируем его на тестовом данных. Это называется финальный прогон. И, наконец, пятый этап – создание приложения. Приложение – это мостик. Между пользователем и нейросетью. В наше приложение можно загрузить видеофайл жестами или пустить сигнал с видеокамеры в реальном времени. Наш алгоритм распознает все, что увидит. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Пользователь загружает видео или включает камеру. Нейросеть обрабатывает данные. И приложение выводит результат в виде текстового перевода жеста. Наше приложение – лишь прототип, демоверсия. Но мы уверены, что при более серьезной проработке и доступ к большему числу исходных данных оно поможет миллионам российских граждан сломать барьер в общении, а также послужит инструментом для решения более значимой задачи – создания доступной среды для каждого. Всем спасибо. Во-первых, хочу сказать, что задача очень благородная, интересная и важная для большого количества людей. Они, безусловно, вам будут благодарны. Наша задача, наверное, в том числе таких структур, как Сбербанк, сделать все для того, чтобы внедрять то, что вы сделали. И, да, ребята улыбаются, потому что с этого может вырасти коммерческий успех. Но на самом деле вот люди, которые приходят для обслуживания, скажем, в тот же Сбербанк, да, и если внедрять такую систему, она реально поможет и тем, кто обслуживает человека, и тем, кто приходит с этими ограничениями по здоровью. Так что вам большое спасибо. Но у меня вопрос. А как сложилась ваша российская, казахстанская команда? Вы как друг друга нашли? Я наткнулся на этот конкурс случайно в инстаграме, вот, отложил, потом еще раз появилась эта реклама, заэликсировался, потом... И нужно было найти команду, вот. Я зашел в Телеграм, нашел... Зашел в группу, где, ну, тусят две серы, а потом написал то, что я ищу команду, и я нашел Саиду. Здорово. Собственно, я нашел Диму в группе этих соревнований организаторской, ну, как бы, в общем счастье. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Следующая команда, Владимир Владимирович, была выбрана среди специальной номинации, которую назвали ее Data Lady. Считается, что вообще IT, программирование и искусственный интеллект – это удел занятий мужчин. Но в этом году у нас участвовало значительное количество девочек, женских команд. И мы учредили с партнерами специальную номинацию, которая называется Data Lady, и выбрали среди них лучшее решение, которое было посвящено борьбе с преступным использованием искусственного интеллекта, так называемыми дипфейками. Когда речь человека и его видео или фотографии используются для того, чтобы вложить в его уста то, что он не говорил, или произнести какую-то речь, которую он никогда не произносил. И это на сегодняшний день очень часто используется мошенниками для того, чтобы компрометировать, воровать деньги, доставлять огромное количество неудобств, в особенности для людей известных. И девочки, которых сейчас я вам представлю, нашли очень оригинальное решение и в достаточно короткий срок, как работать с дипфейками, как определять, что это нереальное видео или голос, а как можно с помощью нейросети определить, что это подделка. Позвольте вам представить выступление команды, которое называется IT Queens из Узбекистана. Прошу вас, девочки. Здравствуйте. Мы команда IT Queens. Нас пять девчонок и мы из Ташкента. Мы все познакомились в образовательном центре по подготовке к высшим учебным заведениям. И хотелось бы сказать большое спасибо за возможность представить наше решение задачи по распознаваниям дипфейков. А теперь немного о самом задании. Дипфейк – это синтезированное изображение, созданное искусственным интеллектом на основе реальных фото или видео. Данная технология развивается стремительно, и сейчас ее можно назвать не только прорывом, но и реальной угрозой, так как с помощью нее можно провернуть мошенничество, шантаж, испортить репутацию или получить доступ к секретной информации. Мы все сталкиваемся с технологией распознавания лиц в реальной жизни, поэтому мы понимаем, как важно знать о возможности подделки изображений. Нашей задачей было научить нейросеть эти подделки распознавать. Для этого у нас был первоначальный датасет, состоящий из снимков реальных людей и сгенерированных искусственным интеллектом фейков. Причем в этом датасете уже содержались ответы. То есть мы знали, какое изображение настоящее, а какое нет. С его помощью наша нейросеть училась определять, что в изображении может указывать на фейк. Здесь нужно сказать, что размер исходного датасета не был слишком большим. И чтобы качественно обучить нашу нейросеть, мы решили использовать аугментацию. Это значит, что мы взяли снимки из нашего датасета и модифицировали их. Изменили их фон, цвет, другие элементы, чтобы у нас было больше материала для обучения. Нам было очень важно, чтобы наша нейросеть не просто зазубрила то, что увидела, а именно поняла, как определить фейк. После обучения мы взялись уже за тестовый датасет. Мы показали нашей нейросети 12 тысяч фотографий, среди которых она должна была определить, какая настоящая, а какая является фейком. Благодаря проработанному этапу обучения мы получили результат, который нас самих поразил. Наша нейросеть точно предсказывала, какое перед ней изображение в 99% случаев. Еще раз, в 99% случаев. Можете представить, как мы обрадовались такому результату, учитывая, что это наш первый опыт работы с искусственным интеллектом? Первый, но, конечно же, не последний. Нам было очень интересно работать над этой задачей. С одной стороны, это актуальная проблема, требующая решений. С другой, будут совершенствоваться те нейросети, которые используются в игровой и киноиндустрии, что, конечно, тоже очень здорово. Спасибо за внимание. Вот последняя выступающая сейчас, собственно, самое главное сказала. Эти разработки можно использовать на пользу людям. И эффективно использовать, создавать интересные, красивые, востребованные продукты. Но самое главное заключается в том, что с помощью искусственного интеллекта, с помощью современных технологий вы находите способ защитить интересы людей, когда их права нарушены с помощью современных технологий. Вот это говорит о том, что если думать в правильном, позитивном направлении, то всегда можно найти верные решения, несмотря на все угрозы, которые связаны с техническим прогрессом. Так было всегда, во все времена. И, слава Богу, это происходит и сегодня. Благодаря таким девушкам, как вы, вам большое спасибо, успехов вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, девочки. И, Владимир Ильич, наш завершающий на сегодня трек, это трек, который назывался «Креативная индустрия». Еще совсем недавно считалось, что нейросеть, искусственный интеллект не способен ничего создавать. И вот, по истечении очень немногих лет, мы сегодня можем слушать музыку, которая создана искусственным интеллектом, и смотреть мультики, которые сгенерированы искусственным интеллектом, и так далее. Сегодня машины, роботы на искусственном интеллекте пишут картины. И вот наши участники, которые сегодня здесь перед вами выступят, сумели разработать решение, которое может создавать цельные произведения. И я хотел бы представить сегодня команду, которая называется «Дрим Тим», для представления своего решения, которое победило в этом треке. Прошу вас, ребята. Три года назад это было невозможно. Сегодня мы вам покажем первый мультфильм, созданный нейросетью. Здравствуйте, мы «Дрим Тим», лидеры пяти команд финалистов трека «Креативная индустрия». Все мы в своих командах решили взяться за разработку алгоритма, генерирующая целостное художественное произведение, состоящее из видеокартинки, звука и текста. Проще говоря, мы решили проверить, сможет ли нейросеть создать мультфильм. В результате мы обучили четыре абсолютно разные нейросети, которые создали нейросказку со своим сюжетом и уникальным видеорядом. Все четыре модели генеративные и работают с разными типами данных. Это первый пример такого масштабного использования искусственного интеллекта в креативной индустрии. Наша первая задача — конструирование сюжета. Для создания текста мы загрузили большой архив сценариев в нашу модель, чтобы она смогла все это изучить, определить ключевые особенности в тексте и выдать новую историю. Генерация текста производилась с помощью модели Rouge PC3, которая показала отличные результаты, а именно связанный текст, в котором можно проследить хорошую сюжетную линию. В работе со звуком мы столкнулись с несколькими сложностями. Во-первых, нужно, чтобы голос рассказчика звучал как голос настоящего человека, а не робота. Хотя можно и такую сказку сделать, смотря кому мы будем рассказывать. Во-вторых, нужно объяснить модели, что ударения, акценты, интонации — все это тоже важно. Для этого перед генерацией текст нужно тщательно обработать. А уже после мы использовали модель Cilera для создания качественной речи. Генерировать саундтрек — это очень важная, это также очень важная часть, потому что мы использовали специальный модуль, который использовал GPT-3, который составлял музыку. Видеоряд. Здесь у нас была действительно непростая задача. Видео должно соответствовать сюжету, быть визуально привлекательным и сказочным, чтобы переходы смотрелись плавно и органично. Для этого, в частности, мы работали с панорамами. А еще нам хотелось, чтобы видео было по-настоящему добрым, как и положено в сказке. Для этого идеальным решением стала PixelArt-модель, основанная на генеративно-сосвязательных сетях, позволяющая генерировать изображения по тексту. Для улучшения качества изображения мы использовали Super Resolution-модель, также работающую на генеративно-сосвязательных сетях. Мы считаем, что у искусственного интеллекта действительно хорошие перспективы в искусстве. Конечно, собственного креатива он пока не выдает. И все-таки основывается на том, что придумали люди. Но ракурс восприятия человеческих произведений у искусственного интеллекта действительно необычный. В этом мы вам предлагаем убедиться прямо сейчас, взглянув на результат нашей коллективной работы. Однажды маленькую девочку отправили жить к тете в деревне. Она проводила свои дни в поле и в лесу, питаясь грибами и ягодами, которых было видимо-невидимо. Лес был ее любимым местом для игр. Там она чувствовала себя в безопасности. У ее семьи было много забот. И взрослым приходилось много работать, чтобы обеспечить семью необходимую. Но однажды все изменилось, когда фея подарила ей волшебную палочку. С помощью волшебной палочки девочка могла загадать себе все, что захочет. Она решила загадать себе красное платье. Взмах волшебной палочкой и красное платье в горошек уже на ней. Девочка ахнула от удивления и стала думать, что бы еще загадать. Девочке пришла гениальная идея. Гора мороженого. Девочка решила подарить мороженое своей любимой тете. Мы очень понравились работать на такой сложной и тяжелой задачи. Мы из разных городов, разных стран. И это была наша мечта. Нас действительно вдохновило все это. Герман Оскарович сказал о том, что совсем недавно еще трудно было представить, что машина, какое-то программное обеспечение, искусственный интеллект сможет решать такие задачи, которые вы решаете. Музыканты говорят сами, что написание музыкальных произведений очень близко связано с математическими процессами. Но вот все это вместе собрать, конечно, это уже впечатляет. Но мы, наверное, еще два слова об этом скажем. Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начался переживать, имел душу, что называется. Но вот то, что вы делаете, конечно, может быть предтечей того, в чем сегодня еще многие, ну и ваш покорный слуга тоже сомневаются. Во всяком случае, это очень интересно и очень перспективно. Красиво, по сути. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Ребята, спасибо вам большое. И, кстати, на этой неделе Сбер опубликовал такую профессиональную большую нейронную сеть, точнее большой трансформер, который называется РУ ДАЛ-И, от художника, имени художника Дали. И она может по текстовым описаниям генерить разные картинки. Мы отправили его в общее пользование и были в шоке от того, что в пике нагрузок обращения к этой сети было более 10 тысяч обращений в минуту. Журналисты пробовали с помощью на какие-то заголовки в газетах, журналах генерировать картинки. И самое большое количество обращений было из России, но второе по обращению это Китай, третье Соединенные Штаты Америки. В общем, это получилось совершенно таким необычно интересным занятием для представителей медийной и креативной индустрии со всего мира. И очень приятно, что здесь вот в том числе были использованы ребятами уже предобученные трансформеры, которые были разработаны участниками нашего альянса Сбера, Яндекса и других замечательных российских компаний. Ну и, ребята, я хочу всем вам сказать большое спасибо. Мы вам обещали, помимо призов, которые вы заслуженно заработали, мы каждому из вас дадим доступ к суперкомпьютерным мощностям нашего суперкомпьютера Кристофари. Многие из вас об этом просят, вы уже не помещаетесь в рамки обычных процессоров. Мы дадим вам менторство от нашей компании, каждый из вас получит такую возможность, и пройти в удобное для вас время летнюю стажировку или стажировку на каникулах у нас в компании с нашими инженерами. Ну и спасибо нашим ведущим российским вузам, которые предоставили победителям этой олимпиады привилегированного поступления для всех победителей в лучшие российские вузы. Поэтому и россияне, и ребята из зарубежных стран получат возможность учиться в самых лучших российских университетах. Ребята, удачи вам и не останавливайтесь в вашем поиске, в вашем творчестве. Владимир Владимирович, с вашего разрешения мы приступим к третьей части, завершающей части нашей встречи. И ребята очень просили вас задать какое-то количество вопросов, потому что это уникальная возможность пообщаться напрямую с президентом страны. Мы провели двухдневный марафон, и ребята сами проголосовали за те вопросы, которые интересуют их больше всего. И я попрошу сейчас ребят задать эти вопросы, вопросы победителей. И первым вопросом, Владимир Владимирович, задаст Дмитрий из города Озерска. Дмитрий решал задачу по направлению инклюзии в составе команды «Продам гараж». И он участвует в марафонах и очень интересуется спортом. Пожалуйста, Дмитрий. Боюсь, что вопросы у них будут очень специальные. Не уверен, смогу ли на всех ответить, но постараюсь. Владимир Владимирович, Герман Оскарович, здравствуйте. Во время летних каникул у меня очень много желания и сил участвовать в соревнованиях, олимпиадах, но я не знаю, с чего начать. Мне хотелось бы, чтобы у меня появился ментор, который помогает мне поддерживать меня и делит со мной опытом. Очень крутой проект нестандартного менторства – это классные встречи, где ты можешь задать вопрос знаменитости. Но это одноразовое менторство. Планируется ли развивать такие проекты, как классные встречи, или появятся другие формы менторства для школьников национального масштаба? Для школьников федерального масштаба? Национального масштаба. Ну, конечно. Но, собственно, менторство сейчас, во-первых, об этом сейчас Герман Оскарович только что сказал. Вы получите таких наставников от Сбербанка. Организация богатая, высокотехнологичная, продвинутая. В этом смысле они точно найдут вам сопровождающего, что называется, ПВДря. Но, вы знаете, что касается наставничества в целом, этот способ взаимодействия тех, кто идет к каким-то вершинам с помощью тех, кто уже достиг известных результатов, он применяется в нашей стране давно. Здесь ничего нового-то нет у нас. У нас целое движение было наставников. Просто в вашей сфере это специфические люди, люди хорошо подготовленные, профессиональные должны быть. Ну, собственно, наставники все должны быть профессиональные, но в вашем случае они должны быть суперхорошо подготовленные, чтобы увлекать, помогать, поддерживать, помогать выбирать задачи. А это, наверное, одна из самых главных задач. Мы, безусловно, будем это делать и постараемся делать, пошире применять. И не только в сфере производства, в сфере профессионального образования, но и в школах постараемся это внедрять. Тем более, что у нас все активнее и активнее внедряются элементы, связанные с ранним профессиональным ориентированием. Так что будем двигаться по этому пути точно. Ну, а что касается вас, это вот Герман Оскович уже объявил. Наверняка такие менторы, наставники найдутся. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. И следующий вопрос. Я прошу задать Марию, участницу тоже и победительницу нашего конкурса. Мария участвовала в программах в центре «Сириус». И в этом году, после такой подготовки, которую она там прошла, она решила попробовать свои силы в международном конкурсе. И вот я поздравляю вас с тем, что вы победили в этом конкурсе. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Хорошо. Владимир Владимирович, Герман Оскович, здравствуйте. Меня зовут Перминова Маша, и у меня такая история. Моя подруга Даша на полном серьезе мечтает стать будущим президентом нашей страны. А я, в свою очередь, интересуюсь технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. Совсем недавно, буквально за две недели до моей поездки в Москву, мы как раз таки и обсуждали, как в будущем можно улучшить непосредственно работу нашего правительства. Я считаю, что новейшие технологии могут нам в этом помочь, тем самым сделав жизнь в нашей стране лучше. Да. Да, конечно. И поэтому у меня к вам такой вопрос. Скажите, какое ваше мнение по поводу, как вы считаете, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, как именно могут улучшить работу государственного аппарата? И смогут ли они помочь мэрам и министрам в их работе? Ну, конечно. Вот смотрите, вы и ваша подруга, у вас как бы разные, казалось бы, направления деятельности, вы для себя выбираете. Она хочет стать главой государства в конечном итоге. Ну, надеюсь, она пройдет определенные пути на этом развитии до того, как доберется до президентства. А вы вот занимаетесь искусственным интеллектом, и вы можете оставаться подругами всю жизнь. Потому что, безусловно, эти разработки в области искусственного интеллекта, в области цифровых данных, в области современных технологий вообще, они, конечно, востребованы в государственном управлении. Но, собственно говоря, вы наверняка слышали, у нас госуслуги переводятся в электронный формат. И к определенному моменту времени у нас даже планы есть по годам расписанные, когда почти все 90 с лишним процентов госуслуг будет осуществляться в электронном виде. При принятии решений очень важно использовать большие данные для того, чтобы выбрать оптимальное решение. Правильно поставить задачу, найти варианты достижения целей. И все это, безусловно, может и должно сопровождаться использованием этих больших данных и искусственным интеллектом. Вот поэтому вы на правильном пути, и это не только интересно, но и очень полезно. Без этого, наверное, будущая система управления трудно себе представить. И более того, если страна хочет сохранять свою конкурентоспособность, повышать ее, то одна из главных задач, вот Герман Оскарыч этим занимается на протяжении последних лет, одна из главных задач – создать эффективную систему управления. И эффективная система управления сегодня без использования искусственного интеллекта невозможна. Поэтому я вам всячески желаю всего самого доброго. И обязательно будем вам помогать. Вам лично постараемся, вы не случайно принимаете участие в этом конкурсе и побеждаете. Но и в целом по стране будем использовать это самым широким образом. Хорошо, спасибо большое за ответ. Владимир Владимирович, к нам подключился сейчас школьник из Соединенных Штатах Америки. Это Акшан Самуэлла, он из Вирджинии. Он учится в одной из обычных школ Вирджинии. Но самое удивительное, что в этой школе преподают русский язык, и в этой школе есть русский клуб, клуб, который помогает детям изучать русский язык, русскую культуру. И Акшан является как раз такого рода любителем и членом этого клуба. И у Акшана есть вопрос, он является победителем тоже одного из наших треков. Акшан, please, you can put your question. Акшан, пожалуйста, ваш вопрос. Привет, мистер Греф. Меня зовут Акшан Самуэлла, и я учусь в 12-м классе Школы науки и технологии в имени Тумаса Джефферсона в Вирджинии, Тешеа. В контексте робототехники автоматизация может иметь большое влияние на продолжительность жизни, на благополучие жизни обычных людей, поскольку автоматизация коррелирует с улучшением благосостояния. И люди смогут заниматься более интеллектуальными, более креативными задачами, если Uber автоматизируются рутинные задачи. Будет ли использование таких технологий, приведет ли это к большему количеству ученых и людей из креативной области? Как вы считаете, какие будут последствия этой автоматизации? Будет ли больше работ, чем заменено, например, на стройке? Ну, во-первых, должен сказать, что Соединенные Штаты являются одним из лидеров применения высоких технологий. Это очевидная вещь. И вам наверняка, у вас будет возможность применить свои знания, которые вы, уверен, будете приобретать в дальнейшем. Но дело ведь, когда мы говорим о робототехнике, дело ведь не только в том, чтобы заменять людей при производстве каких-то грязных, тяжелых или вредных работ. Хотя, конечно, это очень важно, и по этому пути, безусловно, нужно идти. Особенно на вредных производствах и так далее. Уже сегодня используется робототехника для, скажем, сортировки мусора. И уже много других возможностей, например, скажем, военной техники. Это роботы, которые занимаются разминированием после каких-то сложных и тяжелых событий в различных регионах мира. Есть и другие направления деятельности. Беспилотная техника – это уже совсем высокие технологии. Я уже упоминал об этом. Беспилотные летательные аппараты, подводные аппараты, надводные корабли и так далее. Но мне кажется, что и искусственный интеллект, и робототехника – это просто абсолютно связанные друг с другом вещи. Я бы их даже не различал, потому что современное программное обеспечение, оно все развивается и развивается, и элементы определенные закладываются уже, элементы искусственного интеллекта закладываются в робототехнические изделия. Ну, по-моему, само название «робот» было впервые чешским писателем использовано в свое время, если я не ошибаюсь. Но с тех пор прошло много времени, и теперь, собственно говоря, робототехника становится неотъемлемой частью нашей жизни. Если вы выбираете для себя такое направление деятельности, этому можно порадоваться, и многие вам позавидуют. Но, конечно, для того, чтобы работать в этом направлении, работать успешно, нужно получить фундаментальные знания, в том числе и в области математики, инженерного дела. Надеюсь, что у вас будет возможность не только поработать в Штатах, но если случай представится, мы будем рады видеть вас и в нашей стране. Хочу пожелать вам удачи. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо большое вам, Акшан, за ваши вопросы, за участие в нашем международном конкурсе. И следующий вопрос, позвольте задать Егору. Егор учится в 10-м классе университетской гимназии МГУ имени Ломоносова, и он увлекается промышленным программированием, искусственным интеллектом, а в свободное от этого время и от учебы время занимается еще и теннисом. И хотел бы попросить Егора сейчас задать вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Герман Оскарович. Морезители связаны с сферой торговли, и недавно они занимались внедрением технологии на основе искусственного интеллекта, которая позволяет отслеживать движение посетителей торгового центра и на основе этих данных решать, где лучше разместить тот или иной магазин. И я лично стал свидетелем того, как посетителям стало удобнее и приятнее совершать покупки. И мне кажется, подобные задачи есть и в других отраслях, например, в логистической или в сельском хозяйстве. И мне кажется, можно было бы как-то помогать их развитию при помощи искусственного интеллекта. Как вы думаете, как скоро технологии на основе искусственного интеллекта будут массово внедряться во все сферы без исключения? Вот я думаю, что это уже внедрение началось. Развитие это идет, причем действительно во всех отраслях. Вы сейчас перечислили ряд из них. Это транспорт, послушайте, это сквозные технологии. Они в каждой отрасли могут применяться и должны применяться. Причем в социальных отраслях, и в здравоохранении, и в образовании, кстати говоря, и в торговле, где работают ваши родители, в промышленности, ну где угодно. Потому что ведь это что? Это большие данные. Большие данные – это обобщение, анализ этого материала и принятие наиболее оптимальных решений. Поэтому это вопрос времени, когда вот эти технологии искусственного интеллекта, возможности искусственного интеллекта практически будут пронизывать всю нашу действительность, всю нашу жизнь. Во всех сферах будет это. Это будет применяться во всех сферах. Мы постоянно об этом говорим. Говорили вот на прошлой нашей встрече. И очень важно, чтобы наша страна оказалась одним из лидеров. Я сказал об этом в самом вступительном слое. Потому что успех страны, вне зависимости от ее размеров и природных ресурсов, в будущем будет зависеть от того, насколько быстро, настолько качественно, эффективно, своевременно и широко страна будет использовать возможности искусственного интеллекта. Так что это будет везде. Сомнений в этом нет никаких. Хорошо, спасибо. Здесь только важно обеспечить, я уже говорил об этом, обеспечить интересы людей, обеспечить их права, не нарушать права. Здесь очень важно, чтобы людям с помощью искусственного интеллекта не были навязаны решения, в которых они не заинтересованы, а заинтересованы эти, кто применяет в отношении них соответствующий инструмент. Вот в случае с торговлей, чтобы не навязывалось нечто, о чем человек и думать не хочет, а это возможно с использованием технологии искусственного интеллекта. Вот обеспечение прав граждан, это должно находиться в центре внимания всех, кто работает в этой сфере. Кстати говоря, вот у нас совсем недавно, буквально несколько недель назад, по-моему, был принят кодекс поведения в сфере искусственного интеллекта. Наши крупнейшие компании, включая Сбербанк, но не только, там и высшие учебные заведения есть, которые занимаются активно этим видом деятельности, вот они еще летом разработали этот кодекс и совсем недавно его приняли. И главная, первая задача этого кодекса – это самоограничение тех, кто занимается этим видом деятельности, для того, чтобы обеспечить основную задачу – обеспечить интересы людей, обеспечить права людей, соблюдение прав человека в этой важнейшей сфере, которая, повторяю, будет пронизывать всю нашу жизнь. Владимир Владимирович, спасибо большое. Действительно, компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, как никто другой понимает, что это обоюдоострое оружие. И мы сами пришли к пониманию того, что этика в применении искусственного интеллекта является сегодня, наверное, одним из самых главных вопросов, который стоит перед всеми разработчиками, которые определяют сегодня политику и в стране, и в мире в области этой технологии. Это необычная технология. С такой технологией человечество раньше не сталкивалось. И, конечно, нужно очень аккуратно подходить к ее ограничениям, чтобы не отстать в ее развитии. Но, с другой стороны, конечно же, нужно разрабатывать правила. И спасибо за то, что вы обращаете на это внимание. Действительно, мы за последний год стали все больше и больше уделять внимание именно этому аспекту. Ну и, Владимир Владимирович, позвольте последний вопрос предоставить возможность задать Саиду Азизову. Это наш участник, тоже победитель, участник одной из команд, которая называется «Продам гараж», которая первой презентовала свое решение. Саид у нас из небольшого городка из Дагестана, из Каспийска. Он ученик 11 класса среднеобразовательной школы номер 2 города Каспийска. И, видимо, все-таки в Каспийске есть хорошие учителя, если воспитывают таких прекрасных ребят, которые являются победителями. Саид, пожалуйста, вам слово. Скоро, здравствуйте. В нашем небольшом городе нет таких образовательных организаций, как, например, в Севастополе, Кванториум и Технолидеры. Не проводятся соревнования в сфере IT и в робототехнике. Это очень обидно. Я знаю, что по вашему указу был создан прекрасный учебный центр «Сириус» в Сочи. И, собственно, вопрос. Не планируется ли в небольших городах создание подобных учебных центров или, может быть, какого-либо единого онлайн-ресурса, на котором каждый желающий сможет обучиться основам программирования искусственного интеллекта абсолютно бесплатно? Вот что касается Кванториумов, то действительно сеть подобных структур развивается, и мы будем делать это дальше. К сожалению, здесь нам нужно решить сначала первую на этом этапе, просто тривиальную задачу. Нужно обеспечить все наши школы, все наши населённые пункты, в том числе и малые, широкополосным быстрым интернетом, скоростным интернетом. Без этого решать задачи, которыми вы занимаетесь, просто невозможно. Вот это первая задача. Она государством решаться обязательно будет. У нас план есть определённый. Вы наверняка об этом знаете тоже, обеспечение всех наших школ с широкополосным и скоростным интернетом по годам. Причём это не где-то там в отдалённой перспективе, а вот прямо в этом году, в следующем, до 2024 года. Практически мы должны завершить эту работу в ближайшие 2-3 года. И самый большой шаг должен быть завершён как раз в этом, в 2001 году. Но вы правы, безусловно, решая эту задачу, мы должны думать о том, как организационно обеспечить эту работу. Создать для молодых людей, для ребят в старших классах, ну и, может быть, и более младшего возраста, возможность заниматься своим любимым делом, заниматься высокими технологиями, искусственным интеллектом. Тем более, что вот в самом начале же мы говорили, уже даже школьники младших классов показывают такие результаты, которые взрослых людей удивляют. Мы обязательно будем эту программу развивать и дальше. Ну, что касается Каспийска, город замечательный, и давайте отдельно поговорим, что Дагестан этого заслуживает, чтобы, прямо не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ребята, время бежит неумолимо. И мы провели с президентом страны более часа 15 минут, что является большой роскошью для его графика. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за то, что вы неизменно уделяете большое внимание развитию технологий в нашей стране. И, конечно же, будущее развития технологий зависит от того, насколько мы сегодня будем активно вовлекать в это молодых ребят. И мы все крупные компании, компании Альянса по развитию искусственного интеллекта в стране будем стараться делать все для того, чтобы выполнять свою социальную миссию и вашу неизменную просьбу делать все для того, чтобы ставить человека в центр развития технологий, как вы сегодня сказали. Если раньше мы старались предлагать на рынок товары и услуги, которые мы умеем делать, то сегодня с помощью технологий искусственного интеллекта действительно можно поставить в центр нашей деятельности человека и постараться максимально быстро, удобно и максимально дешево оказать ему те услуги, о которых, может быть, он даже вчера не мог и мечтать. И мы находимся на этой стадии развития технологий нашей экономики. И с вашей поддержкой, вниманием и поддержкой правительства страны я не вижу никаких препятствий, чтобы нам не добиться цели сделать Россию одной из лидеров в развитии технологий искусственного интеллекта и в экономическом развитии в целом. Спасибо большое за ваше внимание, за ваше участие. И, ребята, вам спасибо за ваши... Я знаю, что большой тренировок был проведен с вами, и вы прошли огромный отбор по пути в победители. Но я сегодня поздравляю с вашим замечательным последним днём и с вашей победой. Я позволю себе... Да, ну давайте, поплатим. Спасибо. Я позволю себе немножко перефразировать. Германа Осковича, уважаемые ребята, это большая привилегия и удовольствие для меня провести с вами этот час небольшим. Мне очень приятно и интересно послушать вас, посмотреть ваши достижения, ваши наработки, посмотреть то, как вы думаете, о чём вы думаете, то, к чему вы стремитесь. И для меня это действительно большое удовольствие. Удовольствие. Я вам очень благодарен за этот вечер, потому что он даёт возможность даже, говорю мы совершенно откровенно, без всякой рисовки, как-то корректировать даже своё отношение к определённым вещам на развитии в сфере образования. Я вам за это очень благодарен. И желаю вам искренне от всего сердца успехов. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ